Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня гость открытой студии, заместитель председателя комитета по культуре Курской области Рудаков Евгений Алексеевич. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте, Инна. Евгений Алексеевич, сегодня хотели бы с вами побеседовать о том, что может Курская область предложить в культурном плане, в туристическом плане гражданам и нашей страны, и иностранцам. Прошлый год прошел под знаком коронавируса, и в том числе, конечно, для туристической сферы. Как справилась с трудностями Курская область и вообще, насколько изменилась структура туристической отрасли Курской области? Да, действительно, вы абсолютно правы. Коронавирус, конечно же, повлиял на все сферы экономики нашей страны, в том числе и Курской области. И в том числе, и очень сильно повлиял на сферу туризма. Мы постоянно сопровождали туристический бизнес и пытались как-то помочь справиться с этой тяжелой ситуацией. Создали группу в WhatsApp, где оперативно направляли какие-то нормативные документы, оперативно информировали о мерах государственной поддержки туристический бизнес. Помимо этого, нашими коллегами из центра «Мой бизнес» была разработана специальная программа льготного кредитования под названием «Туризм». И, соответственно, любой участник туристического рынка мог воспользоваться данной поддержкой. Структура туристического бизнеса практически не поменялась в этот период. Во многих регионах вообще раскручиваются туристические бренды, связанные с известными уроженцами региона, персонажными особенностями, особенностями кухни. И вспоминаются и Исаак Левитан в Плёсе, и Костромская Снегурочка, Ростовская Уха, какие-то другие особенности разных регионов. Есть ли какие-то бренды, которыми славится непосредственно Курская земля? Да, вы знаете, наверное, самый известный бренд Курской области – это Курский соловей, вы наверняка слышали. Это уникальная птица, больше в России такого нигде нет. Помимо этого, помимо соловья, есть и Курская Антоновка. Одним из брендов, естественно, является Курская Дуга, это и Курская Коренная Пустынь. И, конечно же, это Курская Магнитная Аномалия в городе Железногорске, где стрелка компаса не работает. Ну и ещё, конечно, как Вы сказали, одним из самых востребованных туристических маршрутов в регионе – это поездки по местам боёв Великой Отечественной войны. В прошлом году состоялся первый масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции, который называется «Бой на Северном фасе». Планируется ли в этом году проведение такого мероприятия? Да, в прошлом году действительно мы впервые провели столь масштабное мероприятие. Оно состоялось 22 августа. Приняло участие в этом мероприятии более 150 реконструкторов. Знаете, всё было максимально приближено к действительности и к реальности. Соответственно, если у нас были танки, то это танки, которые воевали на Курской Дуге. Если это были люди, то детали их одежды соответствовали тому времени, вплоть до пуговиц. Всё было настолько детально. Фестиваль посетило более 8 тысяч человек. Были туристы не только из Курской области. Москва, Белгород, Воронеж, Тула. В этом году мы также 21 августа планируем провести данное мероприятие. В связи с тем, что это был первый опыт, да, естественно, были у нас ошибки, какие-то недочёты. Это и транспортная доступность фестиваля. Вот в этом году мы все недочёты учтём обязательно. Хочу пригласить всех туристов нашей необъятной Родины посмотреть, как это происходит. Ещё раз, когда это событие будет? 21 августа. Мемориальный комплекс «Поклонная высота» 269. Как-то нужно заранее регистрироваться? Или ты просто приезжаешь? Нет, просто приезжаете, да, в качестве гостей участвуйте. Планируем много сюрпризов. Уже ведётся работа по организации данного фестиваля. Но это будет однодневная, да, такая поездка? Да, это однодневная поездка, да. Евгений Алексеевич, если говорить о различных современных видах туризма, то помимо традиционных появились сейчас множество других разновидностей туризма. Это этно-туризм, это экотуризм, фермерский туризм, экстремальный туризм и так далее. Есть ли какие-то новые туристические направления, разновидности туризма, которые популярны, наиболее популярны сейчас и развиваются в Курской области? Да, вы знаете, мы сейчас активно взялись за развитие промышленного туризма в Курской области. В конце прошлого года подписали соглашение с агентством стратегических инициатив. Курск является пилотным регионом в этом плане. На сегодня пять предприятий подали заявки и активно уже участвуют в данном проекте. Еще три предприятия мы рассматриваем. Разработан первый туристический маршрут, называется он «В Курск за здоровьем». Вчера в рамках международной выставки «Интурмаркет» мы презентовали данный маршрут для всех участников и гостей выставки. Помимо промышленного туризма, естественно, популярен такое направление, как военно-исторический туризм. Я уже говорил, и все прекрасно знают, что по территории Курской области проходил северный фаз Курской дуги. И, соответственно, помимо этих двух видов туризма, также у нас развит и паломнический туризм. На территории Курской области есть одна из самых крупных святынь, Курская коренная пустынь, которую посещают паломники со всего мира. Курская область отличается древней и богатой историей. По официальной хронологии в 2032 году мы будем отмечать тысячелетие города Курска. Мы уже ведем работу по подготовке. Для нас это крупнейшее событие. Есть проект «Курск-2032», в рамках которого будет реконструкция нашего сердца города Курска. Это, соответственно, Курский детинец. Там планируется и картинная галерея, и Курский краеведческий музей. И, соответственно, сейчас ведется работа и по данному направлению. Есть у нас и старинные усадьбы. К примеру, усадьба князей Борятинских, Марина. Уникальное место, которое... Это дворцово-парковый комплекс. Основал его князь Иван Иванович Борятинский. В Марина в свое время останавливались такие люди, как императрица Елизавета Алексеевна, патриарх Алексий II, Муса Джалиль, Леонид Брежнев, Дмитрий Медведев. Изюминкой путешествия в Курскую область станет посещение усадьбы Афанасия Афанасьевича Фета. Мы совсем недавно реконструировали усадьбу Фета. И в настоящее время там воссоздан целый комплекс. Это и главный усадебный дом, это и конюшни, это парк. Ежегодно в последней декаде мая в усадьбе проводится музыкально-поэтическое мероприятие «Соловьиная ночь». Прямиком из усадьбы Фета турист может посетить дом-музей одной из любимых певиц дореволюционной России. Это Надежда Плевицкая. Надежду Плевицкую всегда считали настоящим курским соловьем. Поделитесь вашими планами на 2021 год. Какие основные все-таки по году мероприятия будут проходить в Курской туристического и культурного характера, будут проходить в Курской области? Почему туристам со всей нашей Родины стоит приезжать и посмотреть непосредственно мероприятия Курской и Курской области? Мы в начале этого года выпустили событийный календарь. Называется он «46 фестивалей 46 региона». В данном календаре отражены все основные событийные мероприятия нашего региона. Здесь и Курская коренская ярмарка, одна из крупнейших ярмарок страны. Состоится она в этом году с 1 по 4 июля. И, кстати, в рамках ярмарки мы проводим Всероссийский форум по промышленному и деловому туризму. Это и джазовая провинция. Один из крупнейших джазовых фестивалей нашей страны. Это и фольклорный праздник Левада. Это и этнографический фестиваль Дни Жатвы. Фестиваль казачьей культуры. Ну и, наверное, одним из главных событий станет бой на северном фасе, о котором мы уже с вами сказали. Сегодня администрацией региона, в том числе и Комитетом по культуре Курской области, проводится работа по созданию туристического кластера на базе водяной мельницы. У нас в регионе есть уникальная водяная мельница, построенная без единого гвоздя. Вот через год данное место, мы надеемся, будет привлекать туристов. Помимо этого, на территории региона ведется работа по созданию мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги». Очень рассчитываем, что в 2023 году мы данное сооружение откроем. Кроме этого, в настоящее время, буквально вчера в рамках интермаркета, мы подписали соглашение с компанией «Руслайн» и компанией «Ростур» о взаимном сотрудничестве. И уже сегодня «Руслайн» запустил программу, которая называется «Перелет плюс отель». Соответственно, гости из городов Москвы, Калининград, Минеральные воды могут прилететь в Курск, так же, как и куряне в обозначенные города, абсолютно за небольшие деньги. Это комплексная услуга, которую оказывает компания «Руслайн». В 2021 году мы хотим сделать все, чтобы, приехав в Курскую область, турист чувствовал себя комфортно. И приглашаем всех убедиться в этом лично. Спасибо вам большое, Евгений Алексеевич, за ваше приглашение. Гость открытой студии сегодня заместитель председателя Комитета по культуре Курской области Рудаков Евгений Алексеевич. Я Инна Добросовестная. Редактор субтитров А.Семкин